Добрый вечер! Добрый вечер! Это специальный разговор. Меня зовут Виктор Савченко. Каждую неделю мы приглашаем сюда гостей, которые интересны нам и интересны вам. Сегодня у нас в студии Светлана Красносельская, супруга президента Приднестровской Молдавской Республики. Добрый вечер! Добрый! Я знаю, что непростым было решение для вас прийти в студию. Вы пришли. Спасибо большое. Вот сразу хочется спросить вас. Вот это определение устойчивое, которое существует, первая леди, оно смущает вас или вы к нему нормально относитесь? Нет, меня не смущает, но я как-то, видимо, себя не до конца ассоциирую с ним. Наверное, где-то оно отдельно, я отдельно. То есть есть определение, а есть ваше жизнь? Да, да. То, что видела страна в последние недели, вы на самом деле очень редко появляетесь на экране, вы не публичный человек, у вас, в общем-то, вы постоянно рядом с супругом на каких-нибудь официальных мероприятиях. И то не постоянно, далеко не всегда. А вот президентская регата, и когда вы вместе с Вадимом Николаевичем плыли в одной лодке, когда вы возглавили вот эту президентскую регату, вот сразу показалось, что, и вы сказали об этом после завершения, после того, как вы уже приплыли, что это еще одна возможность побыть рядом с мужем. Это ваша инициатива была начать заняться греблей, хотя всю жизнь вы не занимались, для того, чтобы чаще бывать с ним? Вы знаете, это предложение поступило очень много лет назад, но мы никак не могли организовать друг друга, в принципе. То у меня были дети маленькие, и другая работа была. А сейчас, да, действительно времени очень мало для общения, личного общения, и пытаешься поймать любой момент, чтобы провести время вместе и в то же время с пользой. То есть вклиниться вот этот вот рабочий график президента или в его ходе, получается, что... Ну, возможно, и так. Я не могу сказать, что прям вклиниться, потому что инициатива исходила, в принципе, не от меня, давления никакого не было. Было предложение Вадима Николаевича, чтобы действительно насытить общение чем-то еще более новым, каким-то экшеном, каким-то движением, чтобы это было вместе. А там в лодке вы успеваете пообщаться? Да, конечно. Ну, такое ощущение, с одной стороны, и много людей, вот тогда и во время регаты плыли, и сейчас вот мы наблюдали за одной из ваших тренировок. Тоже, с одной стороны, людей много вокруг, а с другой стороны, такая атмосфера единения, и вроде как никто не мешает. Вас все видят, и в то же время вы находитесь только вдвоем. А вот если не считать вот такие вот совместные вещи, совместные мероприятия, эти тренировки, сколько времени вы примерно по вечерам проводите вместе? Изначально еще, когда мы стали мужем и женой, у нас было обговорено одно правило, что работа – работа, учеба – учеба, но выходные дни, суббота, воскресенье – это должны быть семейными днями. Независимо от того, один у нас ребенок, трое у нас детей, какие у нас планы по работе или личные планы. Суббота, воскресенье – это всегда было табу для каких-то поездок, не касающихся семейных интересов и семейного времени. Конечно, бывают исключительные варианты, когда есть какие-то визиты, которые нельзя отложить, официальные встречи. Но, в принципе, человек нуждается в отдыхе, поэтому рабочий день должен быть построен жестко. То есть должно быть время для работы, должно быть время для семьи, для отдыха, потому что не только я нуждаюсь в общении с мужем, не с президентом, да. И дети тоже нуждаются в общении с отцом, потому что иначе детей не вырастить и не воспитать. То есть получается сохранять этот баланс? Получается. А теперь понятно, вот прошлую пятницу была встреча в Москве с Дмитрием Казаком, спецпредставителем президента России, а в субботу Вадим Николаевич уже был тут. Это, наверное, потому что это табу. Тем не менее, наверняка бывают ситуации, вы находитесь в отпуске или выходные, что-то неотложное, какой-то неотложный звонок, какая-то важная рабочая встреча. Вас это не раздражает? Нет, не раздражает. Это работа. У нас есть соглашение негласное, и мы уважаем друг друга. То есть мы друг другу посвящаем время. Но есть работа, которую нельзя отложить, и это надо понимать. Нет, не раздражает. А каков этот набор официальных мероприятий, на которых вы появляетесь вместе с Вадимом Николаевичем? Как вы выбираете, где вы должны присутствовать, а где нет? Вадим Николаевич говорит, ты должна быть там, ты должна мне помочь, ты должна меня поддержать. И я, конечно, откладываю все свои дела, формирую быт по-другому немного, припоручаю младшего ребенка старшим детям, ну и присутствую. А что означает помогать президенту в качестве его супруги? В чем эта помощь должна заключаться? Ну, это прежде всего моральная поддержка, эмоциональная поддержка, вера в то, что у него все получится. А если где-то что-то не получится, то это временное отступление, временный шаг, возможно, назад, для того, чтобы был другой вариант решения какой-то проблемы или какого-то вопроса. Это всегда духовная поддержка. А вы когда-нибудь критикуете супруга как президента? Вы знаете, в принципе, не приходилось критиковать, но где-то что-то подсказывать. И тоже с точки зрения эмоциональной восприимчивости женщины, мы все равно воспринимаем мир, ситуации, людей несколько иначе, чем мужчины. И вот подсказать где-то, как я это чувствую, как я это вижу, я могу, но это не факт, что он будет этим руководствоваться. А вас не раздражает, когда его критикуют другие? Раздражает, честно говоря. Не могут, да? Несправедливая критика. Несправедливая, да. Ну, всего не знают, получается, да, то, что знаете вы. Мы знаем Вадима Красносельского как политика. А дома он какой, если вот вкратце его охарактеризовать? Дома – это настоящий муж, мужчина, настоящий отец, веселый, понимающий, очень лояльный к детям, ну и к супруге тоже. То есть дома – это не политик, нет никакой жесткости. Это человек лояльный, с которым можно договориться, которому можно объяснить, что где-то он слишком балует детей, что так все-таки не стоит делать. Слишком балует, да? Да, да, он балует детей. Я ответственна перед их будущим, перед социумом в том, чтобы они вели себя достойно, были грамотными людьми, правильно преподнесли себя в обществе. А он их просто любит и балует. То есть я на себя здесь беру больше иногда ответственности и строгости, порой приходится подключать мне больше, чем ему. А вот что изменилось в вашей, вот именно в вашей персональной жизни после президентских выборов? Что поменялось? График, наверное, и без того был сложный у президента, тогда председателя Верховного Совета. Да, а у нас всегда очень активная жизнь была. Это еще и связано с тем, что мы сами активные люди. То есть мы сами себе придумаем и задачу, и заботу, и работу, и где-то отдых активный. Изменилась, наверное, ответственности больше появилась, страха больше появилась за то, чтобы все получилось, чтобы люди поняли, приняли. Чтобы команда была хорошая, чтобы самой дома что-то не упустить в отношениях с детьми, в воспитательном процессе. Какое любимое блюдо у Вадима Красносельского? Вы знаете, он не гурман и не гурме. В принципе, он не капризен. Ну, любит блинчики, особенно в дождливую погоду. Так я не могу сказать, рыбу он любит. То есть каких-то особых предпочтений нет? Нет, нет, нет. Вы отдали младшую дочь в первый класс Софью. Это впервые в истории страны, между прочим. Ребенок президента идет в первый класс. Это была Бендерская первая гимназия. И здесь семейные традиции налицо. Вы вместе с президентом заканчивали эту школу. Ваш старший сын, старшая дочь. Теперь вот Софья тоже поступила. Чем вот вы руководствовались? Вот вы наверняка был какой-то семейный совет, вы принимали решение. Или это вот автоматически? Было ясно, что она непременно пойдет именно в эту школу? Вы знаете, семейного совета и обсуждения этого вопроса не было. Потому что мы знали, что Софья пойдет в эту гимназию. Мало того, у нас есть внук Илья. Ему сейчас полтора года. И мы знаем, что он тоже пойдет в эту гимназию. Если ничего не изменится в составе гимназии. Почему? Потому что мы доверяем этому педсоставу. Это очень сильный педагогический состав. Мы знаем много лет этих людей. Мы доверяем им. И потом это наши родные стены, в которых выросли мы. Мы выпустились из этой гимназии. Мы как бы доверяем этим стенам. Ну, а опыт с Иваном и Женевьевой доказывает то, что мы правы были. И дети наши учились там, успешно учились. Мне очень нравится там подход у педагогического состава. Они работают как один живой организм. Они друг друга поддерживают. Это очень слаженный коллектив. У них очень активная жизненная позиция. То есть дети не просто учатся. Они там познают мир, познают друг друга. У них есть на это и время, и ситуации, которые создают учителя. То есть там очень активная жизнь. Не только обучающая, но и развивающая. Это было всегда. Поэтому мы доверяем им. Есть еще, не знаю, вправе ли я об этом сказать, но у Ольги Ефимовны, директора гимназии, был всегда девиз. Ученик всегда прав. Даже так? Да. Она всегда объясняла мне это каким образом. Учитель, который пришел работать с детьми, он закончил пединститут, университет. Он подкован такими науками, как педагогика и психология. Он обязан найти подход каждому ученику. А ученик не обязан. Он еще этого ничего не знает. Он ребенок. Поэтому вы согласитесь, что как родители меня это очень подкупает. Да, это интересно. Тем более, что я видела эти факты. Когда у меня сын учился, когда у меня дочь училась. На примере других детей, конфликтной ситуации с учителями. Там, в общем-то, их и нет. Но то, что мы видели, если вдруг где-то что-то назревало, как из этих ситуаций выходили педагоги. То есть это дорогого стоит. И это у них традиция. Хорошо. Светлана Сергеевна. Но с другой стороны, бывает же какая-то определенная мода на школы. Вот в Террасполе есть гимназия. Шестая школа, как я ее называю. Туда пошли, кстати, интересный факт. И ребенок председателя правительства, председателя Верховного совета, вице-премьера, министра экономического развития, министра иностранных дел. Вообще факт удивительный и приятный. Потому что лишнее подтверждение того, что у республики молодое и перспективное руководство. А вот ваш выбор все-таки, мало того, что не эта школа, еще и другой город, не столица. Традиция семейная. Это наша традиция, а здесь Террасполе традиционно опять-таки. Шестая гимназия считается лучше. Но, наверное, есть факты, говорящие об этом. Хорошо. Вот вы уже начали говорить, сейчас мы к вашим детям перейдем, начали говорить о том, что есть трое детей, старший сын, две дочки, есть уже и внук. И поэтому Вадима Николаевича можно уже в разных ролях увидеть. Вот президент-отец и президент-дедушка. Они в чем-то есть отличия? Нет, вы знаете, нет. Так же балуют? Так же балуют. Но у нас вообще с ним своя теория. Да. Воспитывать детей должны родители. А дедушка-бабушка – это приятный эпизод, который должен безумно любить. Это развлечение, да, такое? Нет, не развлечение. Это тоже святая обязанность. Но должен любить, должен поддерживать и баловать. Как ваши дети выбирали свой путь в жизни? То есть он никак, судя по всему, этот путь не связан совершенно с карьерой отца, его должностными обязанностями в разное время. Старший сын занимается IT-технологиями, да, современная профессия. Каким образом он туда пришел? Это второе образование у сына. А первое образование все-таки у него юридическое. Юридическое. Да. И здесь оказало все-таки влияние папина роль в жизни, в социуме, его выбор профессии. Мы это поняли так, хотя мы его, в принципе, отговаривали от этого. Потому что много юристов, много экономистов. Мы хотели, чтобы он выбрал себе что-то более прикладное. Что и случилось со вторым образованием. То есть планировал юрист, а потом МВД? Он вообще планировал быть милиционером. И у него это действительно очень хорошо получалось, потому что он по натуре опер. Ему даже не надо было этому учиться. Он по натуре воин. И переход на гражданскую профессию, я скажу честно, ему дался очень сложно. Для него это был даже своего рода кризис. Он себя видел только в форме. А потом снял форму? Он вынужден был оставить форму, перейти, получить другое образование. Но тем не менее он очень успешный айтишник, очень грамотный человек. То, в чем разбирается он, я даже приблизительно не касаюсь. Слова непонятные какие-то произносили. А для меня это настолько далеко и непонятно, что я просто принимаю на веру то, что о нем говорят специалисты. А чем он занимается, как бы вы это сформулировали? Чем он занимается? Высокие технологии. Для меня это очень высокие технологии. Сразные с интернетом. Да, это интернет, это IT-безопасность. Старшая дочь Женевьева учится на медицинском факультете. А как она выбирала профессию? Почему медицина? Ой, здесь вообще все было очень просто и очень сложно одновременно, как всегда с детьми. Она решила стать врачом, когда ей было годика три. Ни разу не поменяла? Нет. Сначала мы думали, что это обычная игра в куклы. Когда она уже была в классе шестом-седьмом, я уже начала открывать глаза на то, что это очень сложная профессия, чрезвычайно ответственная. Что человек сам себе не принадлежит. Это минует даже то, что безумно сложная учеба. Она мне обещала подумать. Она думала целых два дня и сказала, нет, мам, ты знаешь, я все-таки буду врачом. Когда мы уже учились в одиннадцатом классе, я ее опять принялась отговаривать, что это не просто белый халат, что это беда, что это слезы, что это кровь, что это боль, что ничего романтичного в принципе в этом нет. И ее ответ? Она сказала, я подумаю. Она думала один день и сказала, мама, я себя нигде не вижу. Ну тогда я согласилась и сказала, что в чем я смогу помочь, я помогу. Помогаем, морально поддерживаем, больше мы ничем помочь не можем. Но если же Невьява в три года определилась уже с профессией, то Софье семь лет уже самое время принимать решение. Она тоже знает, кем она будет? У нас тоже уже готовое решение. Какое? Ребенок очень любит природу, птиц. Она уже знает, что такое орнитология. В орнитологии она уже разбирается лучше, чем я. По голосам она определяет птиц, по оперению, все, она может их назвать. Любит растения. То есть это человек природы. Она уже говорит, я буду либо орнитологом, либо биологом. Ну что, шире. Ну выбор есть. Выбор у нее есть, да. Но он в принципе определен, направление определено. Это человек природы. Мы с вами говорим про президента вашего супруга, про ваших детей и внука вспомнили. Вот хочется спросить все-таки, а вот своя вот ваша жизнь, она есть или все это неразделимо совершенно? Какая-то ваша жизнь, может быть какой-то круг знакомых, может быть какие-то хобби, то, что касается вот только вас, это есть? Да, это есть, но интересы семьи, конечно, стоят всегда на первом месте. Я растворена в этом. Себя я в другой постаси не вижу, хотя у меня есть образование, и я не ошиблась в выборе своего образования. Я очень люблю филологию, я люблю и понимаю детей. Но реализоваться я могу сейчас только в семье, в этом плане. Свои интересы, конечно, у меня есть. Я люблю литературу, я люблю музыку, классику, и я люблю вязание. Какая последняя книга, которую вы прочитали? Я перечитываю сейчас книгу «Райс. Меферские ведьмы». Не пугайтесь названием. Мужу своему сказала, он говорит, такое название странное, это что, фэнтези какой-то? Говорю, фэнтези в принципе там есть. Ведьмы есть ведьмы. Но что меня привлекает, об этом я и детям своим сказала. Там очень, я бы даже сказала, вкусно рассказывается о профессиях. О профессии строителя, архитектора и о профессии врача, нейрохирурга. Вы знаете, всё можно упустить, но в этой книге действительно очень много уделено внимания именно вот этому. Как это быть врачом, звёздным врачом, нейрохирургом, спасающим жизнь, вскрывающим черепные коробки. И как это всё происходит. И какое состояние у врача при спасении человека. Вот этот адреналиновый взрыв внутри. И в то же время рассказано об архитекторе, который восстанавливал здания викторианской эпохи, как он чувствовал дерево, металл, все эти розеточки, решёточки, лестницы. Я вот даже сказала, что если бы можно было экранизировать не это произведение полностью, а именно вот это направление, я думаю, что очень многие бы люди, молодые, заинтересовались бы именно прикладным видом труда и теми эмоциями, которыми можно себя обогатить, именно работая руками. Это вот тема нехватки рабочих рук в нашей республике. Вы знаете, да, видимо, это вот как-то созвучно сейчас с проблематикой в республике. Но эту книгу я читала лет 8 назад, и вот к ней вернулась. Как ещё расскажите, она называется? «Энрайс. Мейфеерские ведьмы». Ну, туда всем советую читать. Не знаю, всё-таки книга очень специфическая. Специфическая, да. Да, кто не любит фэнтези, я могу это упустить. Вот, ну а кому нравится именно прикладное искусство, работать руками, ну и в тонкости нейрохирургии могут для себя там кое-что подчеркнуть интересное. Из-за чего вы можете спорить или конфликтовать с Владимиром Николаевичем? Ну, из-за того, что вы можете рассказать. Даже не могу вам сказать. Да, в общем-то, мы и не спорим. Мы можем высказать свою точку зрения, причём, я хочу сказать, что в достаточно лояльной, мягкой форме. Голос никто не повышает? Нет, у нас не повышают голос. Это крайне редко, это можно даже вспомнить по годам, наверное. Мы как-то можем высказать друг другу какое-то предложение или претензию, хотя, по сути, претензий нет, ну, не согласия с чем-то, да, с какой-то либо позицией, либо словом, либо взглядом, либо поступком, но в мягкой рекомендательной форме. Нет смысла, тем более в том доме, где подрастают дети, повышать голос и тратить свои эмоции, а это силы, на то, чтобы просто высказать своё мнение. Это неконструктивно. И вообще, мне кажется, что если есть какая-то претензия или какое-то невысказанное пожелание, которое хотелось бы в ультимативной форме высказать, мне кажется, что лучше, некоторые психологи говорят, досчитать до 10. Не работает, говорю сразу. Не работает. Лучше сказать самой себе, что я молчу. Пройдёт, может быть, 2 часа, может быть, день, и тогда то, что ты хочешь высказать, ты, может быть, поймёшь это в другой форме, может быть, поймёшь оппонента, что всё-таки здесь есть право на существование и такого взгляда, да, или такой стороны дела. Либо ты уже настолько успокоишься, что сможешь конструктивно по пунктам и, самое главное, спокойно объяснить свою ситуацию. Главное, вовремя закрыть рот. О чём бы вы никогда не спросили президента? То, что касается его работы. Вы знаете, я никогда ни о чём не спрашиваю президента. Вы спрашиваете, как дела на работе, да? Получаете ответ, всё хорошо, да? Но это же дежурный вопрос, который можно задать и нужно задать не президенту, а любому человеку. То есть работе вы не спрашиваете ничего? Я не спрашиваю. Почему? Потому что считаю, что если он сочтёт нужным что-то рассказать мне, он это сделает сам. Вытаскивать из него информацию я не буду, не вправе и мне незачем. А есть вещи, которые, на ваш взгляд, он вам никогда не расскажет? Наверное, всё-таки есть, и это правильно. Потому что дела государственные это совершенно другой уровень. Женщина может посоветовать, но я ещё раз повторюсь, мы смотрим на мир, на людей, на события совершенно по-разному. Мужчины и женщины имеют каждый свой определённый спектр зрения, восприятия, эмоционального уровня. И там, где женщина работает эмоцией, что, кстати говоря, в деловой сфере не очень хорошо, мужчина работает логикой, что там кстати. Поэтому... А вы против женщин в политике? Да. Категорически, да? Я не могу сказать, что категорически. Мне их жаль, честно. Это очень трудная работа. Очень трудная. И женщина должна в политике подавлять свою эмоциональность. А для женщины, в принципе-то, это ведущая эмоция. Если подавляет женщина эмоции, она просто начинает болеть. Крайняя степень усталости президента, вот если он пришёл домой, это как? Мало улыбается. Но улыбается всё-таки. Мало, да, да. Мало ест. И говорит, ты знаешь, я, наверное, пойду посмотрю канал «Охота и рыбалка». Не первый «Преднестровский». Нет, «Охота и рыбалка». Я понимаю, что человеку требуется релакс. Вы вместе со школьной парты. С восьмого класса, да, кажется? Да, с девятого. С девятого класса. Это целая жизнь. Но вот в какой момент вы поняли, что с этим человеком вы готовы соединить жизнь, прожить всю жизнь? Может быть, день даже помните? Да, я помню этот день. Это было совершенно непредсказуемо. Его рядом не было в этот момент. Мало того, я ехала в университет в 26-м автобусе. В 26-м? Да. Когда я поняла, что… Подожди, а почему же я всё время об этом думаю? Я поняла, что это не просто так, что это чувство. Хотя была уже привычка в том, что он рядом, он всегда придёт на помощь, он всегда посоветует, он всегда будет рядом. И всегда был рядом. Но акценты на то, что это какие-то мои чувства, он мне был необходим, да. В каких-то… В решении каких-то вопросов, эмоционально. Мне было спокойно рядом. Но я никогда не отдавала себе отчёты, что это, видимо, видимо, это что-то большее, чем просто дружба школьная. И я это поняла. Совершенно определённый момент. Я этот момент очень хорошо помню, этот день помню. Это был солнечный день, это была весна, где-то апрель месяц. Я училась на втором курсе. И с тех пор? Ну да. Это осознание пришло. А кто кого списывал в школе? Вы за мной партия. Был у нас один эпизод. Так как я человек такой спокойный, камерный, была у нас одна контрольная работа по математике. Об этом помнит и наш завуч Галина Григорьевна Сур, и он помнит. Так я уже говорю, лучше бы я получила бы свою законную двойку. А вы что-то не списывали? Я списала. Нет, я не списала. Мы же сидели с ним за одной партой. У него был первый вариант, у меня второй вариант. Зачем нужна была такая работа? Я понять до сих пор не могу. Это называется взять на испуг. Контрольная работа была по радио. У меня было 4-5 по математике, по алгебре, по геометрии 5. И в принципе мне нравилась математика. Это у меня в 10 классе была четверка, там одна проскочила по алгебре. Всегда у меня были пятерки. Я была сильной ученицей. А тут, видимо, от испуга я, мозг зашёл в какой-то стопор. Он посмотрел так спокойно, что я сижу и ничего не делаю. Он отложил свою тетрадь, взял мой черновик и спокойно решил мне всю контрольную. После этого, и пододвинул мне тетрадь, после этого он написал свою контрольную. Я примерно прилежно всё списала, что не ускользнуло от внимания... Да, Галины Григорьевны. Но она уже знала, что там у Вадима Николаевича чувства были. И я получила свою пятёрку незаконную за эту контрольную. Но продиктовала, она когда объявляла оценки, мне совершенно другое. говорит, а Светлана останется с Вадимом решать контрольную снова. Мы остались, конечно, мы ничего не решали. Мы убирали в кабинете, общались. Она говорит, а я уже видела... Потом мы уже обсуждали этот форум. Говорит, я видела, что там уже идут эмоции. Говорит, я вас оставила, чтобы класс убрали, чтобы лишний момент побыли вместе. А президент никогда не списывал? Нет, вы знаете, у меня таких фактов нет. Вам они неизвестны во всяком случае? Нет, нет. А кто из вас лучше учился? Вы знаете, мы были на одном уровне. Я больше была гуманитарий. Он больше был всё-таки физиком математическое и химическое. Направление у него шло вперёд. А я больше была гуманитарием. Какой самый романтичный поступок Вадима Красносельского? Ой, вы уже такие личные вопросы задаете. Ну, естественно, что вы можете рассказать. Вы знаете, я была удивлена. Это был не юбилей. Вот последняя наша дата. Это 3 августа. 4 августа, день венчания. И это не 25 лет, это 27 лет было. Какой грандиозный праздник он устроил мне неожиданно. Неожиданно, да? С морем цветов, да. Для меня было очень приятно, очень неожиданно. Очень неожиданно. Хотя, в принципе, он всегда любит сделать что-то приятное, неожиданное. Но тут я была, конечно, поражена. А сейчас цветы дарят не только на праздники, да? Да. Он замечает, если у вас новая прическа? Ну, знаете, мне кажется, ему все равно, если честно. Мы говорили о вашей карьере, да, как бы, и лично о вас. Вы уже упомянули, да, что вы по образованию филолог. А почему вот такой был выбор вашей профессии? Это какое-то стремление, какое-то призвание учить других? Да, это было именно призвание. Я очень любила русский язык, литературу. Больше, конечно, я лингвист. Всегда чувствовала язык, формулы языка. Меня всегда это очень интересовало. Ошибки ведущих телевидения, наверное, замечаете? Замечаю. Газетных каких-то статьях, журналах тоже замечаю. Это автоматически происходит. Раньше всегда пыталась исправить. На что очень сердился мой папа. Он меня от этого и отучил. Отучил, да? Да. Слышишь? Пожалуйста, это твое право, но не исправляя людей. Ну, вот это стремление учить, оно сейчас вот в чем у вас воплощено? Дети, муж. Я тоже не могу пройти мимо его ошибок каких-то. Конечно, где-то там я не скажу, но дома я обязательно окажу. То есть где-то в публичном выступлении услышали, скажете, да? Конечно, я запишу даже. Серьезно? Запишу и, да, объявлю дома вердикт. И как он к этому относится? Он очень спокойно, он благодарен за это, кстати говоря. В отличие от моего папы. Ну, то есть опыт вот этот педагогический, да, он помогает воспитанию детей? Абсолютно, абсолютно. И я даже уверена, что если бы я работала в школе, я бы растворилась бы в чужих детях, я бы отдавалась работе, потому что по-другому я не умею, и муж это видел, почему он стал противником того, чтобы я вышла на работу. Сейчас я всю себя реализую в своих детях, в семье. И на сегодняшний день я считаю, что это был, в принципе, неплохой выбор. Вот 2016 год, предвыборная кампания. Не знаю, может быть, раньше, ну, вы-то наверняка раньше всех узнали. Вот вы узнаете о том, что он становится кандидатом в президент. И ваша реакция? Отрицательная. Вы сразу сказали, что вы против. Да. Я сразу сказала, что я против. Я сказала не тет-а-тет, потому что узнала об этом не тет-а-тет. Почему? Потому что это очень тяжело, это очень ответственно, это огромный груз. Ты уже себе не принадлежишь. А вы чувствовали, что он победит? Я была уверена, что что бы ни происходило, какие бы ролики ни снимали, я просто знала, что он победит, потому что он очень чистый, очень честный человек, очень прямой человек. он очень работоспособный, в нём колоссальные знания накоплены, он умеет ими оперировать, в нём очень жёсткая логика, мужская логика, когда он может сопоставлять факты сегодняшнего дня и то, что произошло 300-400 лет назад, это связать воедино и сказать, вот этот исторический урок, вот такой поступок, такое решение государственное повлекло за собой такие-то волнения, допустим, в массах, вот такое-то следствие на международной арене. То есть, в принципе, это дорогого стоит, и я не думала, что провидение или Господь Бог оставит это незамеченным, невостребованным. Но Вы-то были против? Я была против. А когда Вы свыклись с мыслью, что всё уже назад в дороге? Я сразу свыклась с этой мыслью, потому что это было его решение и решение его команды. Я сразу поняла, что у меня вариантов нет других. Сколько раз Вы были в его рабочем кабинете? Я не могу сказать, сколько, но бывало. Я как нормальная супруга пекусь о здоровье мужа и приношу… То есть Вы знаете, где там что-то находится? Ну да, приношу обеды ему туда, в кабинет, да. Вадим Красносельский как министр внутренних дел. Ну а до этого, собственно говоря, как сотрудник МВД, рядовой сотрудник МВД. Это ведь, наверное, уже другая судьба супруги. Это, наверное, другие опасения, другие страхи. Тогда Вы чего больше всего боялись? И тогда были ли Вы против его выбора? Нет, я не была против его выбора. Я считала, я видела, что это логическое продление его карьеры, что да, это ответственно очень. И так как это всё-таки правоохранительная структура, мы понимаем, с кем они имеют дело. Конечно, в этом плане я за него физически переживала. Но опять-таки я не могла быть против, потому что я не имею на это право. Он должен самореализоваться. И если проведению так угодно, что самореализация у нас идёт именно этим путём, значит, я должна просто как жена ему помочь. И помочь только, я не знаю, эмоционально, морально, духовно. То, в принципе, на что женщина и была приведена в этот мир, и я как его супруга. А были вот по-настоящему такие моменты в его работе в милиции, когда вам действительно было страшно за него? Какие-то конкретные эпизоды? Да, да, были такие моменты. И, естественно, я как существо эмоциональное сначала в эти моменты могла просто даже наехать, грубо говоря. Пора уходить из милиции? Да, что нельзя так, что он дорог и мне, и детям, и это не стоит того. Были моменты серьёзные, сопряжённые с физическим риском, с физической опасностью. Но судьба такова. Вы снидали за боевые заслуги. Можем только догадываться, за что. Светлана Сергеевна, вот сегодня, после того, как многое изменилось в вашей жизни, и появились вот какие-то вещи, которые для семьи первых лиц, для семьи президента, они, может быть, в какой-то момент становятся привычными, какая-то вот аура окружает. Вот, например, охрана рядом. Привыкли к этому быстро? Нет, я не могу сказать, что мы привыкли к этому быстро и вообще привыкли ли. Это вопрос. Я просто с уважением отношусь к этим людям, потому что они выполняют свою работу. Нравится мне или не нравится чьё-то присутствие, кстати, оно в данный текущий момент или нет. Я им очень благодарна, что они есть рядом с моей семьёй, рядом с моим супругом. Я возлагаю на них свои надежды, потому что, в принципе, угрозы никакой я не ощущаю. Но мы люди, ситуации разные бывают, и история говорит о том, что эта служба должна быть. И я им очень признательна. Никакого раздражения я по этому поводу не испытываю, естественно. Неудобства внутренние, конечно же, есть. Бывают, да? Да, да. Вас часто узнают люди на улицах, в общественных местах? Узнают. Что говорят, если узнают? Какие, может быть, самые интересные реакции были? Говорят, спасибо Вадиму Николаевичу передайте. И это меня очень радует, что действительно я знаю, как он трудится, я знаю, как он выкладывается. он полностью отдаёт себя. И что это не проходит незамеченным для людей. И надеюсь, что это будет ещё и какой-то вещественный результат. То, от чего откреститься не смогут. Потому что, вы знаете, злопыхатели всегда есть, и люди, которых всё не устраивает. К сожалению, это небольшой процент. В каждом обществе он есть, был и будет. А сколько таких людей? К сожалению. Мне хочется думать, что всё-таки их единицы. Мне так легче, наверное. Всё-таки хочется, чтобы люди видели, что для них работают, что для них стараются, что это не самоцель, что это не самопиар, а что действительно есть патриоты в государстве, есть. И люди хотят, чтобы всем стало лучше жить, чтобы уровень культурный, прежде всего, повысился в обществе, и чтобы нашим детям, всем детям жилось здесь лучше. Чтобы было всё красиво. На самом деле, не только визуально красиво, внутренне, чтобы это было красиво. Знаете-ка, у меня, может быть, непростой вопрос сейчас созрел. А патриот, он обязан любить президента? Нет, абсолютно. А если президент совершает ошибку? Да. А если президент не работает, не отдаёт себя как президент? И, к сожалению, наша действительность говорит о том, что, ну, бывает такое, что президентство для некоторых это как самоцель. Что это вот последняя точка в достижении каких-то эго-планов. И за ними ничего не стоит. И если человек на себя берёт ответственность и изначально изъявляет желание баллотироваться на пост президента, то за этим что-то стоит, что-то есть. Я спросила Вадима Николаевича перед ещё президентской гонкой, зачем тебе это надо, зачем? Времена, если не я, то уже вроде бы прошли. А он мне сказал, ну, ты знаешь, надо ведь что-то сделать. Надо что-то сделать, иначе государство просто распадётся. И эти жертвы, которые были в 92-м году, они будут напрасны. И то, что мы здесь строили, делали, работали, детей рожали, это тоже будет напрасно. Ну, сейчас это я. Будем надеяться, что потом тоже придёт настоящий патриот, который будет работать для людей. Вы разделяете любовь, а может быть даже страсть президента к истории? Да. Да, однозначно. У нас много энциклопедий, книг, мы постоянно читаем. Мало того, мы сейчас этой страстью наградили и дочь старшую, Женевьеву. Она всё лето занималась историей, энциклопедиями, что-то фиксировала себе. Купила такой достойный, хороший блокнот, тетрадь-блокнот, которая будет ей, говорит, служить, ну, лет 20. Буду записывать туда всё самое основное, чтобы логично было всё выстроено, чтобы я могла это всё себе быстро напомнить. Сдаёт вопросы по этому поводу, по каким-то историческим фактам, историческим личностям. Меня это радует, потому что я считаю, что человек, который знает историю, он видит всё объёмно. Те процессы, которые сейчас происходят, может оценить и логически выстроить. И, наверное, нация, народ, государство, который знает историю, он меньше подвержен совершению ошибок каких-то глобальных. Это моё убеждение. Может быть, оно ошибочно, но, скорее всего, всё-таки нет. А вот ваш любимый исторический персонаж – женщина. Есть такая? Хотя они не должны быть в политике, как вы считаете? Мне нравится София. Родная сестра Петра. София Алексеевна. Вот она мне нравится. Почему? И мне нравится Екатерина Вторая. Почему? София, да, допустим, сначала я скажу. Это была для своего времени очень сильная личность, которая действительно Русь любила, традиции любила, своих людей тоже уважала, понимала, ценила и любила. И она взялась за это дело, как управление государством, только с одной целью – сохранить мир в государстве, чтобы не было никакой усобицы, потому что братья меньшие были совсем маленькими, и не были готовы занять престол и руководить, чтобы не было в государстве развала, отката какого-то, междуусобицы. Она взяла на себя очень большое бремя. Она была вынуждена забыть о том, что она слабая женщина. Но она сама по себе была очень большим, сильным интеллектуалом. У нее было прекрасное образование. Она очень много реформ провела в государстве. Даже те некоторые реформы, которые потом мы же приписывали Петру Первому, они были подготовлены, и научная база под них была подведена того времени. И где-то уже первые шаги были сделаны именно с Софьей. Хорошо. А Екатерина Вторая? Ну, это вообще легендарная личность. Мне кажется, что история, российская история, больше таких личностей, в принципе, не знала. Это настолько трудолюбивый человек был, с такими объемными знаниями и стремлением все постичь. Я не знаю, в современном мире найдем ли мы такую женщину. Но при том, при всем она оставалась женщиной, которая любила теплые и уютные вещи, была проста в обхождении, была очень милостива, она была очень человечной, без всяких излишеств, с очень строгим отношением к себе. Нам и сейчас этого, в принципе, в нашем мире не хватает. Да, этого. Она в то время, будучи императрицей, она была чрезвычайно строга к себе. Кто подбирает костюмы президенту? Супруга. В государстве у нас очень популярная непростая тема сохранения семьи. Президент об этом говорил, что есть статистика, за последние годы из 100 браков примерно распадается около 70, может быть, там чуть меньше. Ну, в среднем из 3-х 2 распадается, причем буквально уже первые же годы. Как вы считаете, проблема глобальная или это вот просто вот сегодня так случилось? Ну, сейчас такое общество, пройдет несколько лет, и мы забудем о подобной проблеме. Нет, это проблема глобальная. И она не касается только Приднестровья или только постсоветского пространства. Все западные психологи, те, кто работают по вопросу проблемы семьи, они отмечают этот же самый процент, что удивительно, да, казалось бы, с их уровнем и жизни, и построения общества. И позже в брак вступают. Да, и они гораздо позже в брак вступают. Это у них такая традиция. Но процент тот же самый. Это удивительно. У меня, конечно, есть свои взгляды на этот счет. Почему? Почему? Да, почему это происходит? Я не знаю. Во-первых, это мои собственные взгляды. Я в этом плане не специалист и не авторитет. Просто как человек-наблюдатель, да, и человек, который сам живет в браке уже почти 30 лет. Я все-таки считаю, что у нас откат большой произошел. Это у нас, на постсоветском пространстве, после революции, от какой-то духовной... После революции еще, да? Да, да. Начало было положено там, это однозначно. Откат от какой-то духовной константы. Люди стали более, я бы сказала, наверное, свободными. Но все-таки здесь уместнее, наверное, даже сказать, где-то в духовном плане более распущенными. Я не говорю о том, что мы там все должны ходить в косынках и в длинных платьях. Как видите, я сама по-другому одеваюсь. Дело не в этом. Дело во внутреннем стержне, который был потревожен. И у некоторых он так и не установился, потому что взамен нам ничего не дали тем людям. Ведь тем бабушки и дедушки, что сейчас некоторые прабабушки и прадедушки, именно у них и был изъят этот стержень духовный. Именно там началась разруха. То, что мы имеем сейчас, это уже результат. Потому что общество более стало раскрепощенным. И очень много появилось соблазнов. Сейчас у молодежи стремление иметь все вот здесь и сейчас, и сию минуту. Люди разучились ждать. Вы помните, когда в советские времена у нас это был вот этот сам стержень духовный, когда из поколения в поколение люди росли и знали, что вот это белое, вот это чёрное, это хорошо, это плохо. Это было заменено, была попытка заменить стремлением построить коммунизм. То есть это идёт перспектива. И вот люди строили коммунизм с перспективой, что сейчас его нет, но это будет, мы к этому стремимся. То есть в некотором роде это была какая-то замена, устремление к чему-то. Сейчас и этого нет. И вместо этого пока ничего не даётся людям, допустим, из тех же средств массовой информации, эти вот фильмы зарубежные. Есть очень хорошие, есть шедевры. Но то, что было здесь запущено в прокат в 90-е годы, это очень сильно пошатнуло любые, вот все устои моральные, этические в нашем подрастающем тогда поколении, когда они ещё не могли отразить это как экран и сделать для себя выбор, оценить, где хорошо, где плохо, где чёрное, где белое. С чего мы будем брать пример, а с чего нет. Поэтому я считаю, что мы утратили, были попытки заменить свою культуру чужой культурой. Стало нравиться ездить за границу. Там ведь совершенно другая культура, но они уже адаптированы, это их культура из века в век. А у нас люди этого не поняли сразу, не смогли оценить. Только сейчас люди среднего возраста, кстати говоря, те, кто уже и логикой владеет, и каким-то историческими знаниями, и жизненным опытом, они уже могут где-то что-то оценить и критически подойти ко всему. А молодёжь так-таки и не может. И на сегодняшний день молодые люди не могут критически оценить, где хорошо, где плохо, пока не столкнутся, пока не набьют шишку, пока не сделают свой вывод, что вот оно разочарование, вот эта душевная боль, а к ней привёл вот тот-то поступок. Или вот тот ранний брак, или вот в браке такой-то поступок. То-то я сделал, то-то не сделал. Как можно изменить ситуацию? Президент предлагает ввести новый предмет в школе, в старших классах, основы семейных ценностей. Ну, одна из мер, да? Что ещё глобально можно было бы поменять, чтобы вот это число разводов, число, ну, такого простого, лёгкого отношения молодёжи к институту в семье, оно изменилось? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Психологи над ним бьются. Да. И пока они решения не нашли. Психологическая поддержка – дело, конечно, хорошее, но я считаю, что всё идёт изнутри, из собственной культуры и уровня собственного. А это только в семье закладывается. Работать надо с семьёй. И не с молодыми людьми, а возможно, что с их родителями, а в некоторых случаях и с их бабушками и дедушками. Работать надо оттуда. А это, как говорят некоторые учёные, плац для науки неподъёмный. Будем надеяться, будем надеяться, что с повышением культурного уровня населения, общества, государства, всё-таки изменится и стремление людей к большей духовности, к большей чистоте, к большей константе в отношениях, в дружбе, в любви, в семейных ценностях. То есть себя блюсти как константу. Это очень сложно, наверное, нынешнему поколению, но придётся. А что самое главное в семье? Какие качества или, может быть, какие умения в выстраивании отношений – это самое главное для того, чтобы семья сохранялась, развивалась, шла вперёд, несмотря на все сложности? Я не буду оригинальной, если скажу, что одно из основополагающих качество или чувств семьи – это любовь. Я не буду оригинальной, я знаю. Но, в принципе-то, и это может разбиться, если нет понимания, если нет сочувствия друг к другу, соучастия в жизни, в проблемах друг друга. То есть это взаимоуважение. Это так или иначе взаимоуважение друг к другу. Понять себя легко. Ты себя чувствуешь, ты себя знаешь, у тебя есть твои мысли, твои планы собственные, в конце концов, твоё эго. Понять кого-то, вот здесь вот люди разбиваются, и отношения разбиваются, и даже, к сожалению, любовь разбивается, когда нет попытки даже понять другого. Услышать. Услышать другого, да. Вот ещё Хичко говорил, «Счастливый брак» — это брак, в котором муж понимает каждое слово жены, которое она не сказала. То есть вот к чему надо стремиться. Не браниться, не кричать, не высказывать какие-то свои претензии, чтобы тебя услышали. Надо, прежде всего, самому услышать то, что не сказано, увидеть, почувствовать и стремиться, чтобы это было взаимно. Тогда, наверное, будет лучше всё. В семье роль мужчины и роль женщины, если их коротко описать. Для мужчины и для женщины что главное? Для мужчины главная ответственность. Ответственность за семью. Он так или иначе энергетический глава — это мужчина. Женщина тоже своего рода глава, но эмоциональная. То есть они друг друга дополняют. То есть напитывает это энергией женщины? Да, конечно, однозначно. И женщина помогает мужчине и себя проявить, и тем самым она сама проявляется. Сама себя проявляет и в семье, и в социуме. И это очень гармоничное сочетание. Но ответственность всё равно за всё лежит на мужчине. И глава в семье однозначно мужчина. Светлана Сергеевна, вот в конце нашей небольшой рубрики я буду вам предлагать выбор. Вы будете выбирать что-то одно. Но тут у вас, как говорится, есть возможность и не выбирать. Тут уже как вы решите. Для вас Вадим Красносельский в первую очередь супруг или президент? Супруг. С кем вы чаще общались? С министром внутренних дел Красносельским или президентом Красносельским? Президентом. Серьёзно? Президентом. Три ваши любимые книги? Библия. Потому что там очень много истины, на которую можно опереться в сложных вопросах. Это орфографический словарь. Один из любимых изданий. И историческая энциклопедия. Какая-то конкретная историческая энциклопедия? У меня их несколько. Ну и Фронт, пожалуй, тоже одна из них. Издание уж больно красивое. Пушкин или Маяковский? Пушкин, однозначно Пушкин. Что для вас счастье? Покой, гармоничное состояние души и гармония, и покой в семье. Это счастье. Вы счастливы? Пожалуй, да. А президент Вадим Красносельский счастлив? Вы знаете, если человек смеётся, шутит дома, раскрепощается и забывает о том, что он президент или какое-то там лицо официальное, то, наверное, всё-таки он счастлив. Роль семьи в этом велика. Да, однозначно. Спасибо большое. У нас была Светлана Красносельская, супруга президента Приднестровской Молдавской Республики. Это был специальный разговор. Меня зовут Виктор Савченко. Ну и в завершении давайте ещё посмотрим одно видео, которое действительно связано с президентом и его супругой. Всего доброго. Когда я сделала свой вывод, что не страшно с таким супругом, я за него замуж вышла, это уже было почти 30 лет назад. Теперь нужно попадать грибок в грибок не только в жизни, да, ещё и в лодке. Для вас это какой-то новый опыт, открытие вот такое, спортивное? Да, конечно. Это что-то новое, но в принципе как в жизни сработались, так и в лодке сработались. Молодец, молодец. Ой, отлично. Смотрела очень много лет, боялась очень воды, боялась того, что я просто не смогу осилить эти синхронизацию движений. Верить друг в друга и слышать друг друга. Это самое главное, потому что если кто-то чего-то не знает или не умеет, другой подскажет, поддержит и остаёшься на плаву. Где-то я понимаю, что в чём-то лидер он, и я ему подчиняюсь. В каких-то вопросах лидер я, там, где мужчина просто не может быть лидером, поэтому он подчиняется мне. Это такое жизненное сотрудничество. Переживаете о том, как вы по-женски выглядите в лодке? Или все мысли только о том, чтобы экипаж всё-таки держался на воде? Нет, не переживаю, потому что никого нет. Вода и жизни на берегах, а там, в принципе, расстояние. Нет, никогда не переживала. Везде, в принципе, нужна сила воли и время. Говорят, что гений растёт каким образом? Это труд и время, которое посвящено данному вопросу. Переворачивались? Нет, нет, ещё не переворачивались. Хотя на море тоже гребли, в волне и было страшно, но нет, не переворачивались. Думаю, что это мастерство супруга. То, что не моё, это факт.